В детстве все любят рисовать. Еще Пабло Пикассо говорил, каждый ребенок художник. Трудность в том, чтобы повзрослеть им остаться. Но для Ираиды Орловой это, похоже, не было проблемой. Правда, были у нее и другие серьезные увлечения. Хореография, пение, спорт. Но изобразительное искусство все-таки взяло вверх. Окончательно она утвердила в своем призвании в 15-летнем возрасте, когда получила свой первый диплом за участие во всесоюзной художественной выставке в Москве. Ну чем не пример для подрастающих мастеров живописи? Ведущих художниц, художников карачаево-сеписи. И является победителем очень многих таких самых престижных выставок. Цель, конечно, это показать нашим детям лучшие образцы изобразительного искусства наших ведущих художников. Да, недавно мы рассказывали о том, какие замечательные достижения она добилась, участвуя в международных конкурсах. И осмысливая это обстоятельство, я думала, ну чем так могла удивить художница из Черкесска, ну, наверное, достаточно присвященная международная жюри. И мне кажется, ответ произведениях Ираиды Ивановны Орловой, он в том, что она передаётся их произведениях разность жизни. Посмотрите, освещение мёда, освещение яблок, какие чудесные, понятные категории составляют содержание этих произведений. Светлану Шендрик связывает с художницей и творческий союз. Пять лет назад Ираида Орлова была иллюстратором её книги «Место под солнцем». Что же касается авторских картин, то они являются отражением внутреннего космоса художника. Полотна Ираиды Орловой пронизаны ощущением тепла, жизнелюбия и душевной радости. Что ещё нужно для белокрылого полёта вдохновения? Именно так художница назвала свою экспозицию. Примечательно, что многие полотна нарисованы в тёмных тонах. Однако запечатлённые на них образы всё равно вызывают у зрителя только светлые эмоции. Полёт вдохновения, само вдохновение, оно окрашено светлыми красками, оно позитивно очень. И тёмный фон, он как раз оттеняет этот позитив, какой-то гуманизм, возвышенное стремление к прекрасному, к мечте, к идеалам каким-то. И, наверное, это созвучно каждому человеку, стремление к возвышенному. Поэтому и остаётся впечатление светлое. Из-под кисти Орловой вышло более 200 картин. На этой персональной выставке была представлена только треть из них. Тем не менее, на представленных работах являются все или почти все творческие грани художницы. Здесь и черно-белая графика, и натюрмортная живопись, и философские полотна, и даже компьютерная графика. Ираида Орлова не боится экспериментировать, но даже используя новые графические приёмы, остаётся верна своему лирическому стилю. Местом рождения для какого-то монументального произведения оказывается белый лист бумаги, небольшой иногда лист бумаги. Но это место, где рождаются шедевры, где возникают какие-то идеи для эпических работ в графике, в живописи, в декоративно-прикладном искусстве, скульптуре. И без вдохновения, в общем-то, трудно что-то создать действительно интересное. И поэтому некоторые произведения создаются годами. Аплодисменты. 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 Руслан Альботов, Миха Каракелян. Итоги недели.